ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В российском правительстве дали кое-какие пояснения по поводу автоматического списания со счетов граждан, денег в счет, погашения штрафов ГИБДД. По словам чиновников, ничего экстраординарного не произойдет. Нарушителям будут по-прежнему давать 10 суток на обжалование постановления и 2 месяца на уплату взыскания. Сохранится и 50-процентная скидка. А вот дальше должниками займется специальная система, не связанная с судебными приставами. Причем, якобы, она не допустит неправомерного списания средств. ТРАССА 101 Новые автомобили к концу этого года могут подорожать еще в среднем на 100 тысяч рублей. Например, по словам экспертов, начальный ценник самой популярной легковушки, Лада Гранта, может приблизиться к отметке в 570 тысяч рублей. Сейчас она стоит минимум 520 тысяч. Причин для роста цен несколько. Это и подорожание комплектующих, в первую очередь, электронных компонентов, и ослабление рубля, и резкий рост спроса на автомобили после неудачного для автопроизводителей 2020 года. ТРАССА 101 ТРАССА ТРАССА 101 Тойота запатентовала в нашей стране новый кроссовер Corolla Cross. Правда, автомобиль длиной почти 4,5 метра и величиной дорожного просвета 16 сантиметров больше напоминается не Corolla, а RAV4. В линейке двигателей, как ожидается, будет 140-сильный бензиновый агрегат объемом 1,8, а также гибридная силовая установка. Что касается трансмиссии, то пока известно только о вариаторе. ТРАССА 101 Тесла может открыть свое представительство в России. Об этом заявил глава компании Илон Маск. Кроме того, по его словам, не исключается строительство завода по производству электромобилей в нашей стране. Но это, судя по всему, не слишком близкая перспектива. Сейчас электрокары Тесла в России продает компания Moscow Tesla Club. Самый доступный представитель линейки, модель 3 2018 года выпуска, стоит около 4,5 миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА 101 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова